В самом начале этого гениального ролика Вестника Бури, естественно, начинается принижение оппонента. Человек, например, любит апеллировать вот этой шуткой про девочек, хотя очень многие почему-то не хотят видеть разницу между несовершеннолетием и неполовозрелостью. То есть педофилия это про второе. Но странно начинать с этого, хотя как бы человек вроде серьезный и хочет что-то разобрать, какие-то реальные аргументы. На третьей минуте 27 секунде Вестник Бури утверждает о том, что никто из марксистов не отрицает природу человека. ...дела, в то время как человек по своей природе якобы ищет лишь личные выгоды. И при первой же возможности общее дело предаст. На самом деле это ровно не так. Дело в том, что у Маркса есть такое определение, как классовое сознание, согласно которому из-за государства, из-за конфликта классовых интересов происходят вот эти все отношения, не характерные для природы человека по Марксу. Ленин практически реализовал тезисы Маркса. Например, он считал, что если мы уничтожим класс и останется только класс пролетариата и рабочего крестьянства, то исчезнет преступность. Таким образом, на основании этого предположения Ленин отменил у милицейских отрядов оружие за необходимость. Они считали, что преступлений не будет. Естественно, преступления были, и потом большевики были вынуждены вернуть вооружение полиции. Но смысл в том, что все эти тезисы касательно классового сознания, они как раз-таки противоречат природе человека. То есть причины поведения людей в буржуазном обществе, феодальном, рабовладельческом и так далее, люди видели в экономических отношениях, а не в природе человека. То есть базисом экономические отношения, базисом, они формировали поведение человека. Но на самом деле все ровно наоборот, именно поведение человека формирует базис. Но марксисты об этом не знают, они игнорируют этот факт. На четвертой минуте наш товарищ начинает рассуждать о делеме заключенного. Совершает очень некрасивый ход. Он просто врет. Обратите внимание, он описывает делему заключенного и ситуации, при которой заключенные предают друг друга, на основании того, что они боятся того, что другой заключенный предаст их. Если оба преступника сдают друг друга, то оба признаются виновными и разделяют ответственность. Каждый получает лет по 8 тюрьмы. Если же ни один преступник не сдаёт ни себя, ни сообщника, то полиция расстраивается, что план по преступлениям не выполнен, и в результате шьёт обоим вину по какому-нибудь мелкому преступлению. Так что каждый получает по году тюрьмы. Что выберет каждый преступник при условии, что они не могут общаться между собой? Каждый преступник знает, что его сообщнику выгодно предать его. Так что если преступник попытается быть честным и промолчит, то его посадят аж на 10 лет, а негодяй сообщник выйдет сухим из воды. Остаётся одно – самому настучать на сообщник. Но это непосредственная ложь. Можно даже Википедию открыть на статье «Дилемма заключенного» и увидеть, что преступник предаёт другого преступника не потому, что боится предательства с его стороны, а потому, что его предательство выгодно ему. Больше всего выгодно преступнику в ситуации, когда другой человек в камере промолчит, а он предаст его и получит ноль. То есть не сядет в тюрьму вообще. Но Вестник Бури говорит наоборот. Вестник Бури говорит о том, что предаст его заключённый, именно потому, что он боится предательства другого заключённого. Но это неправда. На то, будет другой заключённый предавать его или нет, ему до лампочки. Его интересует личная выгода, о чём и говорит Светов. Идёт простое перевирание факта работы «Дилемма заключённого». Кто не верит, заходите в Википедию, открывайте «Дилемма заключённого». Я цитирую то, что там написано. Там написано «Если партнёр молчит, то лучше его предать и выйти на свободу, иначе полгода тюрьмы». А Вестник Бури говорит наоборот. Он говорит о том, что так как мы не знаем, молчит ли партнёр, нужно в любом случае его предать. Это разное утверждение. Это просто идёт непонимание «Дилеммы заключённого». Либо перевирание её. Скорее всего, второй вариант. Хотя я первый тоже не исключаю. Следующий этап непонимания того, о чём была «Дилемма заключённого», это то, что он говорит о том, что стратегия «Оптимальная папоретта», когда произошёл сговор, она является выгодной для этих преступников. Но как раз таки Светов говорил о том, что этот договор разрушается, потому что гораздо выгоднее, когда все участники договора его соблюдают, кроме тебя. А ты всех кидаешь и таким образом выигрываешь, максимизируешь свою прибыль. И это не пустые слова. В истории мы видим разрушение картелей сплошь и рядом. Самый крупный пример, который я привожу обычно, это ОПЕК, монополист, олигополия на рынке нефти. Саудовская Аравия объединила огромное количество стран в ОПЕК, и они занимали огромную долю рынка мирового. Но после того, когда они сговорились в 80-х годах снижать добычу и таким образом поднимать цены на нефть, у них картель развалилась. Во второй половине 80-х ОПЕК потеряла почти половину доли своего рынка, а несколько стран вышли из ОПЕК. Почему? Потому что им оказалось выгоднее нарушать условия сговора, но лично выиграть вот в этом короткий промежуток времени. Таким образом, Светов и дилема заключенного, в частности, прекрасно демонстрирует пример, как картели не способны работать. Почему они разваливаются? И почему люди себя так ведут? Они выбирают то поведение, которое им выгодно, а не выгодно группе, как говорит вестник Бури. Но вестник Бури это игнорирует. Он говорит, что сговор Парето оптимален, поэтому люди его выбирают. Это полная хинея. Люди не выбирают то, что является Парето оптимальным всех. Они выбирают то, что выгодно лично им. Об этом пример эгоизма и пример дилеммы заключенного. Дальше он приводит пример об объединениях компаний. Но это не доказательство дилеммы заключенного. Дело в том, что случаи кооперации выгодны для обоих компаний в том случае, когда они не будут предавать друг друга, потому что это будет менее выгодно даже краткосрочно. То есть получается у нас, когда компании объединяются, они не просто идут на какие-то свои уступки ради общей выгоды, они оба выигрывают больше, чем каждая в отдельности компания, даже если она предаст. Именно поэтому происходит кооперация. То есть кооперация это игра с положительной суммой для обоих участников, а не одного, как в случае с дилеммой заключенного, если второй предает. Не нужно путать кооперацию, которая является некоторым симбиозом, с дилеммой заключенного, которая как раз-таки про то, что кооперация невыгодна, ее выгодно разрушить для одного участника. На седьмой минуте десятой секунды весь мир будет говорить о том, что человек ищет стратегии оптимальной папоретто. Человек разумный ищет оптимальные стратегии папоретто, в то время как Светов задешево пытается продать нам животные стратегии равновесия по Нэшу. Но оптимальная папоретто не для кооперации, а для себя еще раз. Выгодная стратегия оптимальной папоретто для себя является предательство картеля, если тебе это принесет больше выгоды. Но это же очевидно. Он просто подменил тезис оптимальности папоретто для всех и для отдельного индивида. Это не одно и то же. На седьмой минуте тридцатой секунды. Кооперация и дилемма заключенного это два разных примера. Кооперации мы складываем наши полезности и суммируем их для себя. То есть у нас предательство внутри кооперации не дает нам больше выгоды. Именно тогда происходит кооперация, когда все выиграют от кооперации. На восьмой минуте и тридцатой секунде весь ник бури снова лжет. Работодатели между собой за работников обычно не конкурируют. А вот конкуренция между наемными работниками почти всегда максимальна. И такой конкуренцией работники сбивают себе цену до возможного минимума. То есть ровно до стальки, сколько нужно, чтобы выжить самим. Он говорит о том, что на рынке труда работодатели не конкурируют между собой. Простите, пожалуйста, а почему тогда в принципе существует такая разница зарплат? Если у нас нет конкуренции, откуда у нас разница зарплат? Это же абсурд. Более того, если мы посмотрим данные по США, то основными налогоплательщиками, с самыми большими доходами люди, являются наемники высшего звена, топ-менеджер. Это люди-наемники. Где у них низкие зарплаты? Где у них отсутствие конкуренции? Откуда этот миф о том, что там отсутствует конкуренция? Такая ситуация возможна только если у нас один работодатель. Например, КПСС. В Советском Союзе вам запрещали нанимать людей. Такая монополия была только у КПСС. Естественно, в такой ситуации КПСС у нас мог делать плоские шкалы доходов и держать, например, крестьянство в нищете. Спросите у колхозников Советского Союза, сколько они получали зарплаты в Советском Союзе. Посмотрите потом после этого, сколько получали в то же время фермеры в США. Для сравнения, в 80-м году на зарплату советский инженер свою мог купить 40 килограммов говядины. Американский инженер в 80-м году мог купить полтонны говядины. Вопрос, где конкуренция на рынке труда? В Советском Союзе или в Америке? И почему у нас такая разница? На 8-й минуте 45-й секунде снова весь никбурь и лжет. Есть распространенный миф о том, что работодатель платит ровно столько, чтобы человек не сдох с голода. Но если это так, откуда у нас миллионы автомобилей на дорогах? Откуда у нас продажи миллион смартфонов? Откуда у нас спрос на квартиры и ипотеки? Откуда все эти блага могут быть у рабочих, если они получают зарплату только, чтобы выжить? А все потому, что они получают зарплату не ради того, чтобы выжить. Ради того, чтобы выжить, достаточно садить картошку на огороде или в лесу грибы собирать. Этого достаточно, чтобы выжить. Но если вы хотите купить айфон, купить автомобиль в лизинг, квартиру в ипотеку, нормально одеваться, носить кроссовки и так далее, вы ради этого идете работать на завод, потому что там большие зарплаты. Они дают вам не просто возможность выжить, они дают вам все эти блага, которые вы хотите. То есть здесь подменяется просто тезис о том, что капиталист якобы держит на этом уровне зарплаты. Но это прямая ложь, которая не соответствует потреблению, которая постоянно увеличивается. Если бы его тезис был верен, то рост потребления не происходил бы как явление, а люди бы до сих пор ели баланду и жили в казармах. На 9 минуте 45 секунде он говорит о том, что то, что он сказал, касается именно основной массы специальностей. Но это тоже неправда. Если мы посмотрим любое капиталистическое общество, от Америки до Гонконга, мы увидим, что основная специальность, которой занимаются люди, то есть основная занятость, сфера услуг, простые рабочие и так далее, они получают те же деньги для того, чтобы покупать все те же блага, о которых я сказал. Зайдите в метро, посмотрите, что делает рабочий класс, когда едет на поезде на работу. Они все в смартфонах. Откуда у них деньги на смартфоны, если они должны тратить деньги на то, чтобы выжить на еду, я так понимаю, что подразумевает автор, на воспроизводство рабочей силы. То есть этот тезис, он универсален, а не касается каких-то 5% о которых говорит автор. То есть он прямо лжет. На 10-й минуте и 50-й секунде весь Никпур снова лжет. Он говорит о том, что рост благосостояния на планете начал происходить тогда, когда коммунисты начали расстреливать буржуев, помещиков и кулаков. Почему капитализм только тогда начал поднимать из нищеты миллиарды людей, когда злые коммунисты начали расстреливать буржуев, помещиков и кулаков? Во-первых, это ложь чисто эмпирически, рост производительности труда, рост благосостояния начался задолго до возникновения теории коммунизма. Если мы говорим о каких-то архаичных теориях, типа там дом Томас Гоббс и так далее, то у нас и до этого происходили те же явления, различные бунты. Просто какое-то произвольное утверждение о том, что рост благосостояния, конкуренция на рынке труда, рост производительности труда, увеличение потребительских благ на рынке предложения происходили только потому, что буржуи-производители боятся того, что какие-то коммунисты где-то кого-то расстреливают. Само по себе такое утверждение является абсурдным. Оно не соответствует ни действительности, ни теории. К слову, он противоречит Марксу, потому что Маркс говорил обратное. Он говорил о том, что благосостояние граждан увеличивается, потому что увеличивается производительность труда. То, что нищета рабочего класса, произойдет по другим причинам. Не потому, что он сказал, а потому, что капиталисты якобы монополизируют средства производства. Ничего, конечно же, не произошло. Тем не менее, примечательно то, что Вестник Буря противоречит даже Марксу, который признавал прогрессивизм капиталистических идей. Ну и уже ближе к концу видео Вестник Буря описывает о том, как необходима ротация кадров в капиталистическом обществе не только в рядах номенклатуры. Но как раз таки она именно там и происходит в ходе конкуренции. В ходе конкуренции происходит естественный отбор. У нас постоянно возникают новые компании гегемоны на рынке. Постоянно разоряются старые компании гегемоны на рынке. То есть у нас происходит постоянно ротация в ходе естественного капиталистического процесса. Единственное место, где у нас закостенеет иерархия, она находится у нас в политическом поле, то есть когда какие-нибудь диктаторы удерживают власть, не передают ее. Это как раз таки связано с тем, что в отличие от рынка, политические отношения у нас являются монополией. Именно монополия является причиной закостенения власти. Именно по этой причине развалился Советский Союз, потому что не было политической конкуренции. Кроме КПСС не было никакой организации, которая бы качественно конкурировала с КПСС внутри СССР. Поэтому весь негбуря здесь скорее разоблачает то, почему плохо, когда у нас нет ротации кадров, а ротации кадров у нас нет из-за монополии. Он нам просто описывает проблему монополии. Но с этим никто и не спорит. Действительно все страны, аристократии в том числе, они развалились именно из-за того, что у них не было конкуренции на политической арене. Но в капиталистических отношениях, в буржуазных, между компаниями на рынке, такого как раз таки нет. У нас нет этой проблемы. И то, что предлагают либертарианцы, они как раз предлагают вести конкуренцию и в номенклатурные отношения, чтобы у нас не было монополии одного гегемона государства над отношениями людей. И чтобы все эти отношения политические, они были выражены в капиталистических институтах, в рыночных институтах, с частными судами и прочее. Но, конечно же, эту концепцию наш коммунист критиковать не в состоянии, потому что для того, чтобы ее критиковать, нужно хотя бы для этого что-то знать.